Гена Богданов, я хотел очаровать здесь своей спутницей. Я вас... ...поставить за два, чтобы слава заберегать. Уважаемый друзья, вот... Отечея! Вот вы, как бы, очень органично смотрели на сцене, все это красиво такое... Презно. Ты же прожженный человек, про что это не договорил? Да нет, вот я хотел спросить, вот, Ген, ты быстролюшка старая уже, да? Есть. И я, вот, как бы, чтобы не разводить дамку, хотел спросить сразу. Самые идиотские слышали, как вместо Геннады предлагали забрать им натуральными вещами, продуктами и что-то. Но я не беру там вообще какие-то эксклюзивные варианты, которые товарищи размазывали. Или такой случай. С вами будут девчонки ездить, еще три-трое разговаривать. Это был такой момент. У тебя был какой-то смешной момент, что тебе вместо денег давали что-то другое? Однажды меня поставили в тупик, в Нижнадом городе. Отдав мне место, наверное, в 32 машины Волги. Я продавал их два года. Они бедные люди эти артисты. И я, слава богу, ну, в общем, было поручено. Ну, то есть, эта цена там была не жа, а булей, видимо, в то время. Я не помню, если честно. В 98-м надо узнать, сколько стоили эти Волги в 98-м году. Слушай, а самое интересное, сколько они стоили? Ты их тоже был сам забрать? Они перегнали меня в Москву. Пришлось бы еще 28 водителей купить. Точно, точно. Да? Ну и, то есть, ты их долго продавал, а цвет не убирал там в комплектации? Нет, мы так разошлись. Да. В тогдашнем губернатором, немцовом. В тогдашнем губернаторе. Скляровать, помню. То есть, у тебя такое... Ужиговый попей такая. Ну, это, видимо, самое запоминающееся. А там помельче что-нибудь такое не давали? Ну, а потом ты заговорил девушке до сих пор. Вот так говорили. Ну, это просто ага. Тебя еще не волнули. Я даже не говорю. Ну, в общем-то, нет, это понятно все. Ну, у нас не пошлая передача, поэтому, когда, знаешь, в последнее время с нашими коллегами встречаюсь где-нибудь, и говорю, как сам? Ответ примерно следующий. Сам уже не могу, для этого нужна девушка. Вот, Ген, какой-нибудь есть анекдот у вас семейный? Такой веселый. Чтобы можно было рассказать, ну, не детям уж, а... Ну, расскажи. Ты знаешь какой-нибудь анекдот, который он может рассказать? Батюшка и менеджер попали в стрелу. Едут в Москва-Питер. Менеджер лаптоп открыл, сразу же давай набирать. Время происходит. Вот наше время, пасхальный пост. Батюшка сидел, сидел, говорит, а что, молодой человек, может, откушаем? Он смотрит на стол. У батюшки сало, там, мясо, там, все так, все жирненько, в кузниках, говорит, не могу, потому что пост великий. Батюшка, он говорит, ну, как хочешь, сын мой. Достает водочки. А что, сын мой, может, попьем? Он говорит, не могу, батюшка, пост великий. Ну, все там, он говорит, хорошо. Выпил батюшка, поел, свалил куда-то, через 10 минут прибегает. Он говорит, сын мой, там в соседнем купе две девицы, хороши с собой и готовы знакомиться. Пойдем. Могу, батюшка, у меня двое детей, там, и мы все пост соблюдаем, великий все. Ну, как хочешь. Утром батюшка приходит, борода в помаде, лицо довольное, живот чешет. Закрывает менеджер лаптоп. Сделал уже доклад для своего начальника. Батюшка, вот скажи мне, ты все-таки святой человек. Вот. Я пощусь, жена постится, дети в церковь ходят. Как живу-то я? Расскажи, правильно? Да, сын мой, живешь тут и правильно. Только без толкового. А это помнишь тоже у батюшки спрашивать? Батюшка, а женщину можно в пост? Он говорит, да, только нежирную. То есть это вот как бы наш веселый. У нас не пошлое. Нет, у нас как раз и нежирная она, в общем-то, можно сказать. Но ты не знаешь никаких анекдотов замечательных? Ну, у нас, в общем-то, одинаковые анекдоты, по крайней мере. Она приличных не знает, поэтому сразу застеснялась. А, ну это из серии, там, у нас есть один человек, который рассказывает анекдоты. Помнишь, как вот этот анекдот был? Когда чувак подошел к другу своему, который торгует семечками. Он говорит, дай взаймы. А он стоит напротив банка. Помнишь этот анекдот одесский? Он такой смешной был. Он говорит, ты знаешь, я бы тебе дал, конечно, займы, там, 100 рублей, это не факт, в общем-то, не вопрос, да. Но просто у меня договор с банком. Он говорит, какой у тебя может быть договор с банком? Он говорит, блядь, я не даю взаймы, а они не торгуют семечками, блядь. Ну, так может быть поделишься вот с супругой-то каком-нибудь анекдотиком-то? Она нам расскажет. 1 апреля же все равно можно потом сказать, что это не ты была. Это такой анекдот есть тоже, кстати, очень ужасный. Будешь разговор? Про первый канал как-то. Давай, про первый канал особенно нам интересно. Да. И поэтому вы не видите на нашем верхнем правом углу циферки 1. Так вот, Аксюта попадает, умирает, но это только в анекдоте. Приходит ко вратам рая. И ангел открывает книгу, смотрит по списку. Аксюта, Аксюта, Аксюта. Нет, чувак, тебя здесь нет. Попробуй в другое место. Приходит он в ад. Открывает книгу, смотрит Аксюта, Аксюта, Аксюта. Нет, чувак, тебя и здесь нет. Не формат. Кстати, очень удачный анекдот. Это как, знаешь, про МТС был, помнишь, да? Чувак, который МТС руководит, как бы, ну, то же самое история. Он приходит, ему там обещали одно, а, значит, в итоге ему вместо рая в жопу закидывают гвозди. Он говорит, вы же обещали, что все будет хорошо. Он говорит, чувак, а ты про НТС забыл, блядь. Я вспомнил еще один анекдот, если он подходит. Ага. Ну, такой гитарист, типа, из ACDC, там, откуда-то, из такой группы. Аэросмит попадает. А, я знаю. Знаешь, да? Хочешь рассказать? Ну, расскажи. Да, можно. Попадает в ад. Встречает два черта. Говорит, ну, чувак, пошли показывать тебе будем территорию. Идут. Говорит, ну, бухать-то бухал там. Говорит, парень с 12 лет вискарем заправлялся. Он говорит, да, в понедельник тебе будет хорошо. Тут в парк все привозят. От абсента до гнилой водки. Все, можешь, что хочешь, гулять не хочу. Ну, а скажи там, ну, ты же музыкант, наркотики там. То есть, он говорит, ребят, у тебя от пиридоза умер. Он говорит, да, во вторнике тебе будет хорошо. Здесь от шмали без понтовой до самого крутого морфия. Все будет, ой, во вторник тебе будет хорошо. Ну, а что там, как у нас с девушками? Говорит, а что с девушками? Четыре раза столько женат было. Уж сколько было на гастролях, не знаю. Ой, в среду хорошо. У нас есть от Клаудио Шифер до Горбуни весь набор просто. Клево. Да, все, да, да, все есть. Клево тебе в среду будет. Ну, он так уже расслабился, стало ему хорошо. Он говорит, ну, все-таки ты музыкант, богема у вас там. Ну, мало ли, там мальчики нет. Я где-то расексуал. Вот в четверг тебе будет плохо. Ха-ха-ха-ха. Клево, вот это вот. Но, кстати, я его не знал. Я думал, ты расскажешь про Коду. Клево.